Настоятель Заринского Воднесенского храма, отец Андрея, служит Богу и людям уже четверть века. И неважно, сколько на службе прихожан, сотни или всего один, как сейчас, во время пандемии. Говорит, сама судьба привела его к Богу, хотя изначально на пути у отца Андрея было несколько дорог. Крестился подростком, затем армия, Черноморский флот. Думал, станет военным, пока не увидел вещи сон. Приснился священник, который благословил меня и сказал, иди на службу в церковь. Я вот пришел с того дня, до сего дня, вот в церкви пребываю. Только однажды отцу Андрею пришлось покинуть приход. В 2006 году его командировали в Чечню. Унес свою службу в палаточной церкви, окроплял святой водой солдат, молился за них. Как молится о своих детях, он думал, что сыновья пойдут по его стопам, но каждый из них выбрал свою дорогу. У меня духовник есть, который живет на святой горе Афона. Я с ним связался. Он сказал, что если Богу угодно, чтобы они были священными служителями, то они ими будут. А если не угодно, то не нужно их тянуть за шиворот в священники. Ну, так я и поступил. Младший сын отца Андрея сейчас проходит комиссию, чтобы продолжить службу в армии. И старший теперь работает на производстве. На этом видео не родные дети батюшки, хотя любит их, как своих. На кадрах выступления воспитанников младшей группы воскресной школы. Ее создали при храме. Посещают занятия дети малообеспеченных прихожан. Но пока здесь непривычно тихо. Пандемия. Несмотря на то, что ученики воскресной школы сейчас дома, через своих родителей передают такие чудесные рисунки, которые украшают храм. Именно храму и его процветанию батюшка посвятил большую часть своей жизни. Каждый день на протяжении 17 лет он делал все, чтобы рядом с единственным крестильным храмом появился большой церковный комплекс. Островок со своей атмосферой. А это приют для бездомных. Надежда. Шесть лет назад отец Андрей на деньги президентского гранта выкупил здание бывшей школы в селе Староглушенко, что в 20 километрах от Заринска. Это, к слову, единственный церковный приют в Алтайском крае. Священник здесь бывает постоянно. И даже сейчас, в период пандемии. Маски давали? Антисептики? А что вы их не носите? Почему? Здесь? Вообще, в приюте. Здесь никто не ходит. В самом деле здесь живут как дома. А дома, как известно, маски надевают только если кто-то болен. Сегодня у обитателей приюта «Надежда» обычный день. Кто-то собирает папоротни, кто-то следит за скотиной, кто-то работает в огороде. К слову, постояльцы выращивают овощи не только для себя, но и для трапезной Вознесенской церкви. Здесь я научился работать многому. Здесь коллектив хороший. Все живем дружно. Нашел общий язык. Ну, тут церковь есть. Хотели бы вернуться, может, в Заринск устроиться куда-то или пока нет? Ну, я по своему образу думаю, что мне не стоит пока тогда. Хотя у меня есть возможности. Конечно, молодой. Надо подождать, может. Еще не до конца дошел до того, чтобы знать, верить в себя. В доме он под тремя или четырьмя матрасами лежал. Ни окон, ни дверей. В декабре стужа была. Как раз те зимы были, помните, под 40 градусов мороз. Достали. Он глухонемой, еще и слепой. Ну, сделали ему паспорт. Потом сделали ему операцию. Видите, теперь он совершенно не слепой. За здоровьем жителей приюта следят фельдшеры местного ФАПа. Взаимодействие налажено из ЦРБ Заринска. Набравшись сил, постояльцы, как правило, уходят из надежды. Устраиваются на работу и даже обзаводятся семьями. Ну, смотря как уходят. Есть те, которые только вчера пришли. И только из-за того, что ему здесь не дают выпить, они уходят. Тут грустно, что человек все-таки сам не хочет своими руками себя спасти. Многие очень вернулись в жизни. И даже в той же Старжеглушенке у нас есть несколько семей, членами которой являются наши бывшие воспитанники. К вечеру отец Андрей вновь возвращается в храм, молится за всех. Учитывая ограничения, связанные с распространением коронавируса, он обратился к прихожанам с просьбой. Из любви к ближнему воздержаться от посещения храма, если есть признаки ОРВИ. Как остановку сделал Господь, что мы все немного посидели, думали, подумали. Но ведь сама жизнь не остановилась, говорит батюшка. Она продолжается, хоть и стало немного сложнее. Пожертвований теперь заметно меньше, но люди помогают, приносят самое необходимое. С масками нам помогло наше городообразующее предприятие. Мы всем людям, которые сейчас в храм приходят без маски, раздаем их бесплатно, чтобы они могли в храм зайти в маски. Но антисептики нам тоже помогли, благотворители. Партия дезинфицирующего средства пришла от депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Антисептики раздали по местным приходам для использования в храмах. Только так, соблюдая все меры предосторожности, можно сберечь здоровье и вернуться к привычной жизни. Отец Андрей и прихожане храмов его благочиния надеются, что случится это очень скоро. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.